Не пропустите программу журналистское расследование на тему Атераусцы, обманутой мошенниками, которая выйдет в эфир 23 сентября в 19.30 на телеканале Атерау. Группа ветеранов Атераусской области посетила столицу. Это мероприятие организовано при поддержке Акима области как дань уважения старшему поколению, неустанно трудившемуся до пенсионного возраста. О поездке, которая длилась три дня, более подробно в следующем сюжете. Путешествие началось с посещения комплекса Астана-Байтирек, который стал символом главного города. Аксакалы высказали свои пожелания и напутствие. Далее посетили мечеть Хазре-Султан, приехавшему из Атерау Нурмухамеду Ата 90 лет. Это его первый визит в столицу. Он с восхищением рассматривал новые красивые здания города. Более половины своей жизни Нурмухамед Ата посвятил воспитанию детей. Сам он ветеран спорта Республики Казахстан. Недавно был награжден нагрудным знаком «Отан Патриот Т» – Патриот Отечества. Я очень рад. Астана – прекрасный город. Выражаю благодарность тем людям, которые, оценив мой труд, дали возможность в таком возрасте совершить эту поездку. Наши ветераны не забыли посетить и павильон «Нур-Алем», в котором проходила международная выставка «Экспо». Ветераны-строители вспомнили свои молодые годы, взирая с восьмого этажа на красивые объекты столицы, так как в свое время они участвовали в строительстве многих зданий области и республики. Мы трое являемся строителями. В душе у нас гордость за свою профессию. «Нур-Алем» построен очень красиво, с особым дизайном. А дирижеру Газизу Карабупину особенно понравился этот музыкальный инструмент. Это прекрасно. Сколько бы раз я не приезжал сюда, мне очень нравится эта вещь. В свое время сюда приехали представители многих наций. Я рад, что наше искусство пропагандируется среди многих народов. Я много лет трудилась в Академии музыки имени Дин-Нур-Писовой, куда приезжали многие калифеи и показывали свое искусство. Поэтому я считаю, что этот объект должен быть на этом макете. Заместитель председателя Сената Парламента Бектас Бекназаров провел встречу с группой ветеранов из Атерау. Он рассказал ветеранам о проводимой депутатским корпусом работе. Кроме того, он отметил динамику развития и достижения нашей страны. Поделился своими идеями о воспитании подрастающего поколения. Воспитание становится опасным для общества, если оно остается под влиянием технологического прогресса. На примере беженцев в странах, где не сохраняется стабильность, заместитель председателя призвал сегодняшнее поколение работать вместе с тем, чтобы избежать различных вредных угроз для независимости страны. Сегодня красовались нашим мостом Атераусским. Спасибо, конечно, что действительно молодежь и вообще жители Астаны благодарны нашему руководству, Нарла Аскаровичу, вам, за то, что действительно этот мост был построен для пешего хода. Потому что молодежь катается на велосипедах, пешком ходит, любуется городом. И это действительно большая возможность и гостям, и жителям дана такая. Вот именно благодаря нашему Атераусскому подарку. Вообще Астана – это будущее наше, наших детей, наших внуков. Представители старшего поколения, внесшие значительный вклад в укрепление социальной экономики, экономического потенциала региона и процветания страны, в течение трех дней без устали знакомились со столицей, обменивались друг с другом мнениями и еще раз убедились в том, что у страны светлое будущее. Подобная инициатива, посвященная 20-летию столицы, найдет свое продолжение и в будущем. Нургуль Рамазанова, Тлекко Былгумаров, Служба новостей.